Вот один лист, приблизительно один лист, чтобы легче было собирать огурцы. Правила формировки. Чем больше расстояние между огурцами, тем лучше они растут. Воздушные зазоры измеряют в листьях. В этом году мы посадили плодовой сорт. Он очень много выдает огурцов. Чтобы друг друг не сплетались, мы это по одному, по два, по три листа оставляем. На четырех гектарах в Камызякском районе расположился крупнейший огуречный клондайк в регионе. Хрустящие зеленые здесь собирают круглый год. Газовое отопление позволяет здесь поддерживать 30-градусную жару даже зимой. Однако эти значения не очень благоприятны для роста культуры. Куда оптимальнее температура 20-21 градус. Здесь существует своя система климат-контроля. Посредством механических движений открываются верхние ставни теплицы. И сюда попадает свежий воздух. Собирают урожай через день. Каждый раз до 4-5 тонн огурцов. К июне планируют выйти на общую цифру урожая – 350 тонн. Новые сорта – это естественно. Но пока это никто не будет говорить. Но новый сорт посадили один. А почему вы о этом не можете говорить? Секрет. Это чтобы другие фермеры не узнали? Да. Секрет от конкурентов или способ выжить в нынешних реалиях и занять свою нишу на рынке. От общего числа урожая на региональных полках остается только 20% продукции. Остальное увозят в столицу. Но вот беда. Огурцы-москвичи сегодня покупают по 60 рублей за кило. Хотя в прошлом году в это же время давали 120. Положили сюда вложение. Может, даже не возьмем. Потому что цена такая. Такая цена – 60 рублей. Следующий сезон у нас не знаю, как будет. Прежние места сбыта в столице по известным всем причинам закрыты. Остаются только супермаркеты. Но и там не без драматизма нынче. Каждый сезон в это хозяйство фермер вкладывает 16 миллионов рублей. Большую часть вырученной за продажу суммы тратят на сезон следующий. Состоится ли он – вопрос открытый. Артем Лепехин, Руслан Стрывченко, Центр новостей. КОНЕЦ Продолжение следует...